Здравствуйте! А теперь в эфире сводка происшествий города и округа за прошедшие сутки. 16 ноября в Ноябрьске попали в ДТП сразу три автомобиля Кия. Авария произошла в районе промзоны. Водитель Киа Сид не уступил дорогу аналогичной машине. В результате столкновения одна из авто врезалась в Киа Соренто, которая двигалась вслед за первой иномаркой. Ямалспас сообщил о двух пострадавших водителях машин Киа Сид. 60-летнюю автоледи доставили в приемное отделение ЦГБ, а 28-летний мужчина получает амбулаторную помощь. В этот же день на улице Авиационная в Салихарде водитель Деонексия, обгоняя машину, не справился с управлением и врезался в ограждение. Автолюбитель не пострадал и был трезв во время происшествия. В Салихарде автоинспекторы выявили нарушителя, который не оплатил 32 штрафа общей суммой в 22 тысячи рублей. Должник попался в руки правоохранителей ночью 15 ноября, как участник ДТП на одной из центральных улиц города. При проверке документов выяснилось, что мужчина систематически не платил за нарушение правил дорожного движения. Теперь в Салихардец взамен сэкономленных денег получил пачку административных протоколов. В Салихарде на улице Арктическая произошло возгорание в многоквартирном жилом доме. За 20 минут 18 огнеборцев ликвидировали пожар. Пострадала только канализационная труба площадью 1 квадратный метр. Причины возгорания и ущерб устанавливаются. В Тазовском районе криминальную банду ждет суд за многочисленные преступления. Отличилась она 1 февраля этого года. Тогда четверо северян избили охранников геологоразведочной компании, а затем украли с участка кабель и прочие материалы общей стоимостью более 120 тысяч рублей. На этом один из участников группировки не остановился. В марте он избил бахтовика и потребовал 50 тысяч рублей. Расследование уголовного дела завершено. Преступников поместили под стражу, пояснили в следственном комитете. Полицейские Салихарде разыскивают 36-летнего Иракли Миквабешвили, который скрывается от следствия. Мужчина проживает в Оксарке в доме 14-5 по улице Обская. Он обвиняется в распространении наркотиков, приметы злоумышленника, рост 165-170 сантиметров, среднее телосложение, короткие темные волосы. Все, кто располагает информацией о беглеце, могут сообщить об этом в полицию. К этому часу у меня все новости. Берегите себя и окружающих. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова